Личность человека Мышление о чем-либо, желание, представление, воображение, тоска почему-либо – это личностное, это ментальное. И когда ты взаимодействуешь с человеком, который ты чувствуешь, что находится на этой частоте, то есть перед тобой отражательный принцип определенного заданного параметра. То есть, если сказать более сухим таким техническим языком, проекция, отображающая частоту родственника с определенным мировоззренческим укладом, с определенной какой-то своей историей, можно условно сказать, судьбой или сценарием. И, соответственно, тот параметр, изучение та частота, на которой существует данный человек или отображает, отражает собой частота этого человека, показывает, с чем ты имеешь дело. И, как мы знаем, есть вот эти понятия, да, говорю, время по римским законам или богу-богу-окесу-рюкесу. То есть, нужно ли говорить такому человеку, что, слушай, ну ты ведь знаешь, что нет никакого душевного спокойствия и быть не может. Почему это приведет? Ну, в принципе, не приведет это, конечно, к душевному спокойствию. Скорее всего, можно просто либо согласиться, либо дать человеку то, что он хочет. То есть, пожелать это. При всем при этом внутри, осознавая, что это нереально. Потому что душевное спокойствие заключается не в достижении какого-то вымышленного состояния, да. Потому что, если человек внимательно послушал свое состояние, свое осознавание вот этого даже желаемого, он понял, а как выглядит та картинка, когда я душевно спокоен? Это как что? Это не болею, я не имею проблем, не имею ни финансовых, ни каких-то там личностных, ни эмоциональных, ни физических, никаких. Какие? Реально ли это? Вряд ли. Или даже если все у тебя хорошо финансово в отношениях, со здоровьем, как ты будешь себя чувствовать, если, например, твои дети, твои братья-сестры, родители, мужья-жены, они, например, что-то у них происходит со здоровьем, с телом, там, с отношениями, с финансами. То есть, что такое душевное спокойствие? Будешь ли ты душевно спокоен, если у тебя все хорошо, но твой сын или дочь страдает? Или твои родители страдают? Да, или твой партнер, партнерша по жизни страдает? И человек увидит, что тогда у него начинает разрастаться вот этот вот невообразимый круг, то есть диапазон, что должно быть включено в понятие это душевное спокойствие. Когда мы видим сплошь и рядом, неважно, в кино, в документальных фильмах, в реальной жизни, кто-то рассказывает, где мы свидетели в связи с родственниками или знакомыми, человек, грубо говоря, на смертном одре, говорит, жизнь прилетела, как один мир, и я даже не поняла, как я жил, что я вообще как будто и не жил. Знаешь почему? Потому что он действительно не жил. Потому что он, она, неважно кто, находился в идее о жизни. Он курсировал в ментальном поле, он не был наполнением себя, он не был контактом с собой, он не был контактом с жизнью, с сутью себя, поэтому жизни не было, жизнь прошла стороной. Я хочу сказать, если человек заводит семью, отношения, достигает с учетом чего-то, он никогда к этому не придет, потому что он не является жизнью, он является вот в иллюзии достигателя, это наркотик достигателя. То есть когда человек находится в процессе достижения, он ворует себя у себя, он ворует жизнь самого себя, и ворует посредством обусловленности вот такими иллюзиями, вот таким делателем и таким делителем, который делит вот эту целостность момента на себя и какой-то субъект или объект, на себя и какое-то действие, на себя какую-то цель. И никогда здесь не будет гармонии, потому что все раздробленное, оно всегда мытарствует, оно мучается, оно болит. Потому что не болит только целостное, цельное. И потому исцеление – это воссоединение вот этих раздробленных частей, этой дискретности. А каким образом? Когда сначала осознает, что есть, что такое это образ, что есть такое его личность, что есть такое его ментальное представление обо всем, и только после этого человек может в наблюдении за всем этим перейти к процессу воссоединения, то есть выхода из обусловленности, стать разотверждением и по факту исцелением, то есть стремлением самим собой цельности, целостности, к одинности. Я тебе скажу, что вот эти пожелания и предложения, и советы, что вот живите дружно, мирно, чтобы у вас все было хорошо, я сейчас скажу, конечно, наверное, очень такую брутально кощунственную вещь, но на самом деле это не является заботой о тебе. Ну вот если берем такой формат, картина, где есть вот кто-то, кто тебе это желает, человек заботится в этом случае все равно только о себе, желая, чтобы у тебя все было хорошо. Знаешь, почему он не хочет мучиться? Он не хочет думать, что вдруг он что-то сделал не так, вдруг он мог как-то повлиять, вдруг он мог как-то тебя воспитать, или как-то что-то иное создать, или как-то поучаствовать, или где-то облегчить. И чтобы не испытывать вот этих мук душевных, не испытывать чувства вины, человеку очень хочется отгородиться от этого мучения, от этого прозрения, от своей совести, от своей сути. Поэтому на самом деле он заботится о себе. Все взаимосвязано, понимаешь? Вот это душевное спокойствие – это частота стагнации. Частота стагнации не было бы жизни, потому что если посмотреть, ну то, что человек знает через призму, какой-то наутик, там биологии, химии и так далее, анатомии, любой физиологии – это все равно какое-то движение, какая-то динамика, какое-то взаимодействие, то есть все равно есть какое-то движение. А человек хочет спокойствие. Спокойствие – это смерть, это обездвиженность, это как стоячая вода в болоте. Оно ничего не промывается, ничего не циркулирует. Поэтому данная реальность априори не состыковывается с каким-то понятием ментальным о спокойствии. Вот именно что спокойствие возникает, когда ты перестаешь гоняться за спокойствием. Естественно, ты искусственно не можешь сделать, сказать, так, с понедельника я перестаю искать спокойствие, и, видимо, наступит спокойствие. Нет, конечно, так не получится. Но само осознанное взаимодействие, наблюдение – а почему я так учу спокойствие? Как выглядит картина, когда я спокоен? Кто включен в эту картину, когда я спокоен? То есть и человек увидит, что у него чуть ли не полмира должно быть включено, чтобы он хоть как-то почувствовал спокойствие. Более того, спокойствия все равно не будет, потому что он будет думать, а как сделать так, чтобы не потревожить то спокойствие, которое даже если и появилось, но надо его как-то задержать, сохранить, спрятать и сделать как бы неуязвимым. То есть опять очередная цель и опять очередное неспокойствие. Человек обо всем имеет представление, но он не слышит чистоту истинной природы, настоящести, чистоту естьности бытия, он ее не распознает, потому что ментал, как шумовая завеса, он как бы слишком мощные шумы заглушает, и человек не может распознать. Это как даже вот, как человек, когда сильно играет музыка, там, да, или кто-то кричит, он не может услышать свое дыхание, он не слышит самого себя. То есть все заглушается. И получается, человек ведом не с собой, а вот я еще раз говорю, вот этими костылями, плацебо, а не настоящестью. И пока человек не остановится, не начнет находиться в наблюдении, в осознавании, в проговаривании правды самому себе по моменту, ничего не произойдет, пробуждение, не произойдет освобождение, никакой даже подвижки в сторону этого освобождения не произойдет. Это просто курсирование и мутация одного и того же сна, просто рисунки будут как в калейдоскопе меняться, стеклышки одни и те же, но то, как они складываются друг с другом, будет создавать ощущение и иллюзию новизны. Существуют различные сценарии у личности, то есть сценарии сна. И человек, то есть стартовые данные, при которых человек может начать вот это путешествие по возвращению в дом себя, к сути самого себя настоящего, к сути самого себя бытийного, но может и не начинать. То есть человек может выбрать, стать таким решением, ничего не выбирать, ничего не стать. Это тоже имеет место быть. Это просто уровень такого побега, где я прячусь и хочу даже не помнить о том и не знать, и не догадываться, что я прячусь. То есть человек не осознает, что у него этого нет. Он просто даже боится туда заглянуть, чтобы осознать, есть это или нет. И поэтому у него появляется иллюзия, как бы, что этого никогда не было. Это знаешь, даже вот по вопросу денег, когда человек говорит, я не держусь за деньги, а мне все равно есть они или нет. Вранье. Почему? Потому что так обычно рассуждает человек, у которого денег нет. А вот когда деньги есть, тогда человек он начинает с тем и начал взаимодействовать. То есть он знает цену, он знает того, что приходилось проходить, прежде чем они появляются. И не важно, это не только денег. Это может быть любой какой-то другой аспект. Но здесь нельзя допускать вот это внутреннее ханжество, внутреннюю вот эту неправду самому себе. Человеку легко отпустить то, чего он не знает. То есть он не знает, что есть у него это или нет у него этого. Он не знаком с этим внутри себя. Поэтому он так легко и говорит, а, я спокойно без этого проживу. Вот смотри, даже взять, например, отношения. Я вот за свою жизнь часто встречала и на консультациях, просто в разговорах, когда женщина не одна, у нее есть муж, неважно, какие там их отношения, может быть, уже тяжелые. Она говорит, да, я без проблем останусь одна. Но это не так. Так рассуждает человек, который точно знает, что он сейчас не один. И на фоне вот этого не один я легко могу рассуждать, типа, как мне будет одному. Смотри, вот эта известная в простонародье фраза, что имеем не ценим, потерявши плачем, говорит именно о том, что человек никогда не видит то, как есть. В большей степени вот эту естьность этого момента. Он всегда устремлен как бы глазами и ментальным вот этими потугами в будущее, вперед. Его как бы в этом моменте нет. Ему все время кажется, что это, вот то, как есть, это недостаточно, это плохо, это мало, это не то. А вот это то, где-то впереди. И когда человек даже говорит, а, я без проблем рассталась, он опять думает, что как-то там будет иначе. Но стоит у него забрать то, как есть, и он вдруг начинает жалеть, страдать, плакать и ценить, что, боже мой, почему я этого не видел, не замечал раньше? Почему не ценил? Берешь в моделировании ситуацию, как, например, если тебе сообщают, ну, я не имею в виду именно тебе, но если в случае с тобой, ты сам себе это применяешь. Если какой-то другой человек, он применяет тоже сам себе. Ты узнаешь, например, ситуацию, что у тебя стало жить три месяца. Как ты рассматриваешь то, что у тебя есть? Очень полезно просто даже человеку взять и, например, промоделировать такое, не воображать, а именно ощутить. То есть посмотреть сразу на свои ноги в этой ситуации, посмотреть, почувствовать, что ты стоишь ногами в этой ситуации и сказать, например, ну, вот в силу каких-то определенных обстоятельств вы потеряете зрение, да, например. Не будет глаз, не будет возможности видеть. Что человек начинает ценить? Вот, потому что есть обесценивание момента, есть обесценивание того, как есть, есть обесценивание самой жизни, самого присутствия, самого бытия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok